DOD. Кто знает, что такое DOD? Department of Defense или Definition of Done. Круто. У кого оно есть? Вот это вот, это дайте мне его сюда. Я знаю, что это, хочу его у себя. Хорошо. Серьезно, ни у кого нет? Значит, сделали. Есть классное понятие Definition of Almost Done, Definition of Not Done или Definition of Completely Not Done. Если там таск или история соответствует дефиниции совершенно не сделана, значит за нее надо браться. Если она этот чек-лист не закрывает, значит ее можно просто не делать, сразу двигать в Done. Очень простые металлоги. На самом деле Definition of Done под собой влечет множество, за собой имеет огромное количество рифов. Рифов или препятствий, через которые надо пройти. Самые первые базовые вещи. Definition of Done не равно Definition of Ready. Хотя, если перевести дословно, это очень простые вещи, которые кажутся на самом деле одинаковыми. Второй момент. Definition of Done не равно Acceptance Criterion. Ни в коем случае. И из первых хайлайтов, я вас очень прошу, есть понятие Conditions of Satisfaction. Их безумно часто путают или клиенты, или мы сами, наши продуктованеры, прокси, бии, все на свете, либо с Acceptance Criterion, либо с Definition of Ready, либо с Definition of Done. Если вам где-то встречается понятие Conditions of Satisfaction, либо постарайтесь от него уйти к верхним трем понятиям, либо обязательно всегда уточняйте. Иначе на проекте будет каша. Люди не будут понимать, кто о чем говорит, кто что имеет в виду. И потом у вас будет, мы поговорим сегодня, так называемое No Man's Land. Зона, в которой никто ни за что не отвечает. И первый вопрос к вам. Definition of Done, Definition of Ready и Acceptance Criterion. Где курица, где яйцо? Я считаю, что все-таки должно было быть яйцо, большой взрыв, из него уже появилась курица. И вот что из этих трех понятий является наиболее общим, которое включает в себя все остальное? Веселее, неправильных ответов нет. То есть яйцо было раньше. Acceptance Criterion включает в себя все. Один голос за Acceptance Criterion. Следующий вариант. Из трех понятий. Definition of Ready включает все. Один голос за Definition of Ready. Еще варианты. Definition of Done включает в себя все три штуки. Это основа основ. Это то, на чем я постараюсь базироваться дальше. И хочу, чтобы… Я не знаю, вы можете с этим сейчас согласиться, не согласиться. Я уже вижу по ответам, что не все с этим соглашаются. Ну или у кого-то был печальный опыт. Любой опыт тоже засчитывается. ПТ мы идем дальше. Самые простые основные правила, которые применяются к Definition of Done. Первое. Оно должно быть просто достаточным. Не пытайтесь нафигачить туда максимум всего, что у вас вообще может быть. Мы знаем, какие это бестпрактики. Да, давайте делать код-ревью на 100% кода. Давайте покрывать все на 100% юнитестами. Вы разобьете лоб об стену того, что вы себе поставили классные бестпрактики, непреодолимые планки и недостижимые цели. Хотите добавлять 100% coverage? Окей, у нас сейчас есть 50. Сделайте этот месяц, 55 goal. Следующий месяц, 56 goal. Definition of Done – это вещь, которая постоянно эволюционирует вместе с командой по ходу проекта. Говоря вторая часть, я не прошу перевести, просто дать контекст этого предложения. It's better to live with uncertainty than to embrace false certainty. Что, ничего не понимаешь? Да, основной закон для формирования definition of done. Мы должны сами для себя признать, что оно не полное, не завершенное, там не хватает огромного количества элементов, чем обманывать себя, убеждая в том, что оно уже завершено, и мы будем жить с ним как есть. Это важно, потому что иначе мы начнем от обратного. Первый момент говорит о том, что мы можем поставить себе недостижимые цели, второй момент говорит о том, что мы можем заниматься самообманом и иметь неполное definition of done и пытаться с этим жить. А потом у нас виноват клиент, виноват PM, виноват техлит, я не знаю, виновата кофемашина на кухне, потому что после этого кофе невозможно работать в глазах, стробоскопы, ну, куча всяких отмазок. Extended as you go. Проговорили, оно эволюционирует вместе с командой. Кто участвует в составлении, в комбинировании definition of done? Вся команда. Хорошо, а кто в эту команду, кто в понятии команды в вашем объявлении сейчас включается? То есть, хорошо, давай так, и стейкхолдеров на стороне клиента. Все. У нас есть понятие the team и scrum team. Scrum team это product owner, scrum master и the team, то есть разработчики и тестировщики. Кто-то, кроме этих трех людей, еще там участвует, не участвует? Management с обоих сторон. Говоря об agile, говоря о scrum, definition of done в принципе применяется везде, но оно само вышло из agile философии. Да, agile философия говорит о том, что мы заключаем определенные договора, контракты внутри команды, между командой и клиентом. Definition of done это один из типов контрактов, которые мы заключаем. Соответственно, нельзя отбрасывать менеджмент, потому что менеджмент отвечает за schedule, или за время, в которое мы должны отдать проект, и за бюджеты. Если мы построим очень крутой definition of done, которая будет давать нам максимальное quality, использовать там самые новые технологии, но при этом оно за первые три итерации выживет весь бюджет проекта, поверьте, никто рад не будет. Есть? Есть. Итак, что же все-таки definition of ready? Definition of ready в рамках всего definition of done это самая первая составляющая. Товарищ Гэндальф говорил you shall not pass. Вот definition of ready, чтобы вам было проще, на каких-нибудь там чек-листах, которые вы для себя делаете, на живом скромборде, который вы используете, можете добавлять отдельно колонку, называть ее какой-то elaboration или inception, там для уровня юзер-стори, скажем, и вешать после нее Гэндальфа, который говорит you shall not pass. Definition of ready определяет, когда тот или иной product backlog item или work item, юзер-стори, как бы вы их привыкли называть, готово быть отдана команде на стадию пленнинга. То есть это не значит, что стори готова. Это как бы этап, на котором стори может быть взята на планирование команды. То есть definition of ready определяет, хорошо ли product ownership committee или product ownership group проработал эту юзер-стори. Достаточно ли она написана, да, если вам везде нужны макапы или для какого-то типа стори, есть там макапы или нет там макапа. Прописаны эти acceptance критерии в виде as a user I want to или это as a user role, I want to action и цель, с которой это делается. Все это вы прописываете в definition of ready. По сути, нашей команде удобно использовать acceptance критерии в геркин формате given when then. Круто. Прописали это в definition of ready. Если стори не прописана как given when then, она не проходит в сторону команды. Если вам на пленнинге попадается такая стори и у вас заключен обязательно контракт между вами и продукт-оунором, то есть он тоже должен definition of ready принимать и accept для себя обязательно, то он не будет на вас обижаться, если вы как команда завернете ему эту стори на доработку. Это огромный плюс definition of ready. Он убирает огромное количество белого шума с командой. Команда не убивает время на пленнинге, на додумку, доработку и не делает каких-то свагов. В принципе, вот так выглядит definition of ready в жизни. Пока мы, либо мы принимаем работу в to do, либо мы ее возвращаем обратно, пока она не будет соответствовать этим критериям. Был простой вопрос. Что происходит с командой, которая работает без definition of ready? Судя по глазам, я вижу, что definition of ready, наверное, нет ни у кого. Исправьте меня, если я ошибся, может, я не все глаза увидел. И как был год как-то до definition of ready и после definition of ready? Круто. Какие рифы были без него? А как быстро почувствовали эффект после того, как ввели definition of ready? Круто. Круто. Эдюкейтим клиента. Вы это сделали? Ну, есть. Есть истории, которые попадают в бэклог в формате Splinter Cell. Там ночью с прибором ночного видения через окно, когда команда ушла отдыхать, продакт-оунер такой, на тебе вам в бэклог с утра приходишь, ого, оно уже в спринте, и почему со стимейтом, да? Чтобы определить, какое definition of ready для story достаточно? Нам надо на самом деле очень простые три вопроса, с которыми мы все встречаемся в жизни. Почему? Какую бизнес-цель или какой бизнес-бенефит или бизнес-вэлли хочет для себя клиент получить, имплементируя данный конкретный продукт? То есть, для того, чтобы сделать definition of ready адекватным для всех story, мы должны понимать бизнес-голл клиента. Какой ауткам мы ожидаем от каждого конкретного work item или product backlog item? На этот вопрос поможет нам ответить понимание external project goals или external project objectives. То есть, зачем мы делаем этот проект и какой именно сервис мы отдаем клиенту? Ну и how? Ребят, вы команда, вы профессионалы, вы уже определяете для себя, как вы это делаете, на основании как вы реализуете ту или иную историю на том или ином проекте. Вы понимаете, какой, как вот этот минимально достаточный, минимум necessary rule, минимально достаточный уровень входных данных для вас подходит. И исходя из него, начинаете стартовать definition of ready. Остались две штуки еще. Acceptance criteria и definition of done, собственно, само по себе. Не путайте acceptance criteria и definition of done. Кто не согласен с тем, что это разные вещи? Ну, ребят, я тоже человек, я тоже могу ошибаться. Может, я сейчас какую-то фигню тулю. Ну, а почему нет? Ну, пятница, пятница, вечер, жара, поехал, доделал слайд там, за пять минут до презентации, думаю, расскажу фигню. А вы сидите и не пытаетесь оспорить. Ну, серьезно, кто считает, что это одно и то же? Acceptance criteria, да, штуки, которые, будут листы, которые прописаны в стольках и definition of done. Мы можем поставить между ними знак равенства. Отлично, почему? Да, это definition of ready. Ты чуть в начале ушел, да, definition of done больше в конце. Ну, по сути, если в столье нету acceptance criteria, то она автоматом сделана, да, потому что там нечего выполнять и все. То есть нечего выполнять, нечего тестить, нечего покрывать тестами, там, ну, все просто. Да. Согласен. Абсолютно правильно. То есть acceptance criteria – это всего лишь средняя фаза definition of done общего, да, большого. У нас есть definition of ready. Мы из definition of ready взяли это в работу. В середине спринта мы не просто написали код, мы написали код, который выполняет все bullet points acceptance criteria. Отлично. Но для того, чтобы история была done, наш code health должен быть определенного уровня. Покрытие тестами должно быть, там, не ниже, чем хотя бы было, да, ну, это такой простой вариант. Она должна быть подтещена. Может быть, на выходе из спринта, если мы поднимаемся на уровень выше от story. Может быть, definition of done для спринта таким, что все модули, в которые были заинжектированы story, они еще и отрегрешены. И то есть, вроде как мы story все закрыли, а sprint нет. Вот за это отвечает definition of done. Acceptance criteria – это, скорее всего, уровень исключительно там, task of story. Там, прикрутил библиотеку, библиотека работает. Отлично, task сделана. User story закрыл все bullet points, функционал работает, story функционально выполнена. Acceptance criteria – они определяют, когда объем функциональности или какой-то сет функциональности может быть использован. Он становится юзабельным. С другой стороны, definition of done определяет, когда вся story целиком со всеми своими подкритериями, под параметрами, становится shippable. То есть, не просто ее можно поклацать в режиме демо, а ее реально можно отдать индьюзеру. И это огромная разница. Мы можем показать демо продукт-онеру, продукт-онер может принять решение. Story работает, продукт отдать индьюзерам мы не можем. Вот acceptance – это acceptance testing в конце итерации для каждой историки. DoD – это насколько продукт вместе со всеми story и каждая история внутри этого продукта shippable для индьюзеров на выходе из итерации или на выходе из релиза. Я оставлю это здесь. Это официальное определение. Может, кому-то будет интересно потом почитать. Как это выглядит все вместе? Мы начинаем с definition of ready. Айтемы, которые прошли сквозь definition of ready, то есть, такой первичный фильтр, они попали к нам в работу. Мы закрыли по ним по всем acceptance критерии. В конце оно прошло definition of done. Все просто. Я обещал рассказать немножко про no man's land. Ничего общего с фоллаутом. Хотя, жаль, четвертый очень ждем. На правах рекламы, продолжая традиции сегодняшнего дня. Что происходит, если стороны не заэлайнены между собой? Команда говорит, что наша definition of done здесь, а другая команда или саб-тима, или клиент говорит, что definition of ready для следующего этапа, ну, скажем, команда develop at story, клиент должен зарелизить это end-user. Вот у клиента definition of ready для того, чтобы стартовать deployment на production, находится дальше на расстоянии, чем definition of done у нашей тимы. Что происходит здесь? Здесь остается какой-то кусок работы, за который никто не отвечает. Здесь коммунизм. Все кругом народное, все кругом твое, что домой утащено, только то мое. Ну, вот это вот. Мы свою часть домой утащили, она наша. Они свою часть не могут начать делать, но это их проблема. Проблема лежит здесь, здесь никого нет, кто эту проблему решит. И у нас даже нет стейкхолдера, который за это отвечает, потому что мы не подписали этот договор между собой. Вопрос, кто должен aligner в этом случае? Мы видим в команде такую ситуацию. Кого мы привлечем для того, чтобы этот alignment исправить? Product Owner. Как именно? Скажем, Product Owner, давай-ка ты подтянешь свой ready для shippable вещи, то есть пофиг, что продукт будет некрасивый. Хорошо, Product Owner может подтянуть definition of edit. Что еще он может сделать? Ну, смотри, тут нет понятия, мы говорим, у вас проблема. У нас проблемы нет, мы definition of edit закрыли. И у них проблемы нет, их ответственность еще не началась. Они говорят, чуваки, вот сюда еще можно дорисовать бюджет, который вот так просто насквозь утекает туда, водопадом куда-то. Вопрос, кто? Кто? Между кем и кем? Кто инициатор? Да, ну, в принципе, красиво. На абстрактный вопрос, абстрактный ответ. Молодца. Да. Все. Самый простой ответ, все вместе. По каким уровням, слоям распределяется definition of done, definition of ready и так далее? Маленькое summary. Definition of ready идет первая часть, да, оно пропускает story внутрь. Acceptance критерии, то, что мы делаем в середине, definition of done, то, что есть в конце. Как это все может быть? У нас есть, на самом деле, definition of ready для релиза, story и task. Давайте начнем от обратного. В принципе, story мы проговорили понятно. Как вы понимаете, definition of ready для релиза? Сейчас, у нас есть, так, так, и у нас это как-то зафиксировано. Да, у нас есть timeline, у нас есть expected deliverables. Твой вариант? Сказали, хорошо. Для task, для task интереснее. Definition of ready для task вообще, ну, не то, что используется, редко, его, на самом деле, кто-то редко, ну, на эту глубину уходит. Что такое definition of ready для task? Команда дробит story на task во время пленнинга B или пленнинга 2, все вместе, дает истимает в часах, assign it или не assign it их по людям. Где здесь definition of ready? Это уже уровень внутри команды. Там нет product owner. Вот, например, task получила и proof у техлида. Ну, то есть, там, я, я прикручиваю, ну, я буду писать вот такой метод. Да, техлид говорит, нет, пиши другой метод. Типа, или да, ты будешь писать этот метод, ну, типа, зайланили, согласились, сделали. Ну, зависит от процесса внутри команды. Key point. Не забывайте о том, что definition of ready может быть и для task тоже. По поводу acceptance criteria. Да, они есть для epic, feature, story. Проще говоря, ну, моя любимая, моя любимая категоризация. Epic – это огромная story, которая чаще всего при дроблении не попадает в релиз. Например, сделать финансовый модуль. Финансовый модуль может состоять из нескольких фич. Фич – это шняга, которая вмещается в рамки релиза. Например, в финансовом модуле у нас есть какая-нибудь штука, типа, поп-апа для кредитования. И вот в ней есть куча истории, там, начислить процент, премиум, не премиум юзеру, и пошло-поехал. Acceptance criteria обычно на уровень релиза не выходят. Потому что acceptance criteria и релиза – это, по сути, definition of ready, и потом сразу definition of done. Внутри его нет. Definition of done – релиз PBI-таска. Я думаю, тут понятно, может, по этой части какие-то вопросы по ходу. Несогласие, возражение, чего-то не хватает. Product backlog item. То же самое, что work item, ну, просто user story, она более, ну, как бы, она подозревает под собой конкретику. Да, там, у story есть invest criteria. То есть independent, negotiable, valuable, estimatable, small, testable. То есть, когда ты говоришь, PBI – это некий product backlog item, да, это просто штука, заведенная в tracking tool. Да. Возможно, она уже декомпозирована, проэстимирована. Возможно, ее предстоит декомпозировать и предстоит проэстимировать. То есть, это некий product backlog item. Еще какие-то комменты? Да. Понятие, я бы в понятие релиза здесь включил еще понятие definition of done на спринт. Потому что, ну, если брать классический скрам, это одно и то же. Да, мы в конце каждых, там, нескольких недель, в конце каждого спринта мы отдаем shippable продукт. Смотри, у нас на уровне PBI все критерии сошлись. У нас definition, она для каждой истории в отдельности выполнена. Каждая история в отдельности работает. Но вот беда, модуль, в котором мы добавили эту stories, фейлится. Мы можем продукт в целом, то есть, старая версия продукта плюс новые фичи, как, ну, там, версия 1.2, да, отдать к end-user. Да, ну, по сути, мы прошли regression testing. У нас не 100% регрессии прошло, фейл. У нас остались medium плюс дефекты после регрессии, фейл. Критерии по перформансу не прошли, при том, что дефектов нет, фейл. Код health упал на 10%, фейл. То есть, поэтому definition of done на уровне там релиза или спринта тоже важно прописывать. Теперь маленький секрет. Нам agile philosophy говорит, что команда имеет полное authority. Делайте, выбирайте, решайте то, что надо. Именно поэтому definition of done, при том, что туда вовлечены все, включая продакт-тоунера и менеджмент с обеих сторон, мы начинаем строить definition of done с уровня таски. Намного проще заниматься как заворачиванием слоев, да, потому что, когда мы пытаемся разобрать капусту или разобрать луковицу, мы не знаем, какая она будет внутри. Белая, фиолетовая, гнилая, свежая, сухая, мокрая, вялая, ну, не суть. Когда мы начинаем с 3, мы как бы эти слои добавляем сверху. И мы как команда, мы видим четко, наше definition of done для таски, ну, трэблшутить легче, да. Если у нас нормально приписанные юнитесты, мы всегда видим, на кум уровне, что сфейлилось. Это проще, чем время регрессии, там, сразу 20 айтемов, понять, что же где произошло. Таска. У нас таска definition of done заполнена. Круто. Давайте посмотрим, как у нас работает story. То есть, definition of done для story равно DOD для таски плюс какие-то критерии. Выше, 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 выше. Что будет definition of done для проекта? Да, все, что было до этого, мы поговорили, плюс что? Хорошо, мы получили деньги на счет. Еще. Еще. Сисат левел хай. Так. Да, мы это продаем. Так. Еще. На этапе проекта включается менеджмент. То есть, как бы ни говорили, там, agile, project management, да, там, несовместимые вещи, пьемы мешают и так далее. В проекте есть фаза closure. В фазу closure входит посчитать косты, зарелизить equipment, рампдаун команды, подписать acceptance. Ну, куча всякой формализации. Поэтому DOD даже на уровне проекта, даже на уровне формализации, несмотря на то, что в PMBOK оно не прописано как таковое и остается agile артефактом, оно все равно валидно. Поэтому, как-то маленькое напутствие на этом этапе, не надо говорить, что agile и project management, да, это какие-то несовместимые вещи, не работающие вместе. Все друг другу помогает. Вот так по-хорошему выглядит definition of done. Мы начинаем правильно, мы не начинаем тестить, пока не написан код. То есть, соответственно, мы начинаем с корринга и идем вовне, вовне, вовне. Включать, не включать performance. Зависит от вашего проекта и ваших процессов. Включать definition of done, инфраструктуру и архитектуру. Если ядро было написано на каком-нибудь proof of concept фазе, а зачем? С другой стороны, если вы дописываете, развиваете продукт по модуль на каждый раз и меняете архитектуру, добавляете новые фрагменты конструктора, да, надо. Депленинг и аналисис, definition of ready. Тестинг, acceptance критерии. Acceptance и user acceptance и пайлот, definition of done. Вот поэтому definition of done включает в себя, собственно, три кусочка. Definition of ready плюс acceptance критерии плюс definition of done на выходе. Но есть tricky thing. Всегда есть но. Поэтому есть scrum.bat, scrum.ban и прочие отклонения от нормы, которые очень нам зачастую помогают. Есть понятие скопа проекта и скопа продукта. Как вы думаете, опять, основной вопрос сегодняшнего вечера. Скоп продукта, скоп проекта. Что внутри чего? Да. Почему? Так. А что такое куча проектов в продукте? Это куча проектов в продукте. Это куча проектов в продукте. Это куча проектов в продукте. Да. Но все эти модули, как бы, subproject, они являются... Да, они являются составляющими одного продукта. Мы пишем финансовый модуль для продукта. Вопрос, что мы называем проектом, что мы считаем скопом. Есть параллельно живущее понятие. То есть есть скоп проекта и продукта, а есть жизненный цикл проекта и продукта. Если мы говорим о скопе, у нас выглядит вот так. Скоуп продукта всегда включен в скоп проекта. Если мы говорим о жизненном цикле, то жизненный цикл продукта может включать в себя множество проектов. У нас может быть в рамках жизненного цикла продукта, да, что это идет? От идеи до продажи. В жизненный цикл продукта входят тренинги для юзеров, какая-нибудь маркетинговая компания, какой-нибудь скейлинг, участие в, не в конференциях, скажите мне, скажу вам, в каких-то выставках дадим этот продукт, презентуем. И куча, куча, куча всего. Так вот у нас project A может быть, собственно, development самого продукта. Project B может быть какой-то его скейлинг. И так далее, и так далее. То есть поэтому, пожалуйста, думайте всегда над тем, что есть скоп, а что есть life cycle. Где у вас находится каждый проект и продукт. И вот tricky thing в том, что когда мы смотрим на definition of done с точки зрения product life cycle, внутри которого может быть множество проектов, мы понимаем, я надеюсь, уже мы понимаем, такую интересную вещь, что definition of done на уровне product life cycle не существует. Потому что продукт, равный done, это мертвый продукт. Его уже всем отдали, все попользовались. Ну, да, то есть жизненный цикл закончился. А последняя часть жизненного цикла – это юзание продукта как такового. То есть если продукт done, он умер. Поэтому в рамках жизненного цикла продукта всегда есть только definition of ready. То есть то, чем мы заканчиваем текущую фазу, это definition of ready для начала следующей фазы. Пока мы не сделали A, мы не можем сделать B. Поэтому смотрите на это, пожалуйста, с такой стороны. Если у вас есть команды здесь, за продукт-онером есть отделы маркетинга, какие-то, ну, еще куча подразделений, которые ведут этот продукт дальше, когда он вышел за пределы нашей компании. Воспринимайте definition of done для продукта не как то, что да, мы отстрелялись, умыли руки и пошли домой. Воспринимайте его как то, что это definition of ready для следующей фазы, и есть множество других людей, которые возьмутся и будут его делать после вас, потому что этот флоу не заканчивается. Все. Ваши вопросы, пожелания? Это некорректный вопрос. Я зарабатываю столько, сколько мне платит компания, как мы договорились. Мы заключили контракт. И, в принципе, я работаю по agile, сколько agile, столько и мое. Сейчас, там рука уже была. Хотел бы уточнить, предпоследний слайд говорит, что мы передаем фактически следующим людям. Даже не вопрос зачем, понятно, что хорошо после себя оставлять что-то хорошее. Но, в принципе, это по большому счету… Ну, то есть, можете немножко расширить? То есть, зачем? После нас хоть потом, как говорится. Да, но это же не очень хорошо. Не, ну вот с точки зрения, то есть, почему это хорошо так делать? То есть, сможете объяснить чуть подробнее? Да, конечно, потому что, пример, там, одного из недавних клиентов, с которым работал. Мы сдали классный проект, и заскалились, там проект был в пяти таймзонах, там была куча стейкхолдеров. Закончилось тем, что… Почему я прикалывался насчет DOD, Department of Defense. Следующий проект, который стартанули, это клиент подписал контракт с Department of Defense и отдал его нам. Да. Ну, просто и очевидно, да? Хорошо, следующий старт проекта. Ты сделал хорошо, клиент оставил тебе классный фидбэк, ты будешь тем первым человеком в компании, который поедет на engagement следующего продукта на онсайт. Ну, ищите бенефиты, да, для компании, для бизнеса, для себя лично. Они есть. Опять-таки, вы не знаете, куда кого закинет жизнь. Кого-то из нас в другую компанию, кого-то из команды клиента или стейкхолдеров клиента в другую компанию. Стейкхолдер клиента, перешедший в другую компанию у себя там. Он может даже не будет искать компанию нашу, с которой он работал когда-то. Он будет искать конкретно вас, как специалиста, который вовремя не дал людям опустить руки и поднял команду на последний рывок, который довел проект до вот этого идеального состояния. Это уже линкинг, да, как бы social. Недавно была классная видяха, называлась она «Как наш проект выглядит на продакшене». В сугробе сидит олень, все спокойно, все тихо. В этот момент он начинает выскакивать, куда-то там ускакивает, в этот момент у него отваливается рог. Причем один. Ну, я понимаю, там биологические процессы, линька, сброс рогов, все, но, да, бывает продукт, который вот пока он на стейджинге, он красивый и хороший. Начал работать, что-то отвалилось. Ну, мы как команда должны убедиться, да, что вот это definition of ready для следующей фазы, это не как прибили, так и держится, а оно на самом деле работает. Чтобы люди, которые берут его после нас, работали с продуктом, а не с костылями. Да. Смотришь, продакт-скоуп по сути набор acceptance критериев. В продакт-скоуп входит инициация, планирование, формирование бюджета, рампап команды. Нам надо тестить на таблет-девайсах, хорошо, их надо купить. Это скоп проекта. В конце на выходе, да, то есть продакт-скоуп не включает в себя какие-то performance критерии, scaling критерии, ну, ничего. Но они входят в project scope. Например, там, не знаю, три волны регрессии. Out of school, out of product scope. Product scope это типа бизнес, а project scope это типа внутренний атаку. Да. А еще такой вопрос. Вот эти все стучки учат проект овнера, да, проект овнера, потому что у нас когда-то, ну, их учат отличать, потому что у нас был проект, где пришел новый там, я сертифицированный проект овнер, да. И он всегда говорил, вот, там, через полгода работы, конечно, мы поняли, да, что он говорит о терминах DOD, да, у него там, вы сделали, да, сделали, я не вижу на продакте. То есть мы девелоперы обычно в рамках концептированных критериев мысли, да, а проект овнеры, он не всегда в геонировании мыслях, либо это проектирует нам попало. Нет, ну, вы были в классической ситуации no man's land, то есть на самом деле у вас было свое понимание, что такое done, у него было свое понимание, что такое done, вы просто как бы не протянули руки на встречу и не заключили договор о том, что вот здесь эта граница, и она не на расстоянии, а лучше она будет идти внахлёст, да, то есть вы сделаете какой-нибудь предемо, сделаете перепроверку, как бы acceptance testing, а потом еще acceptance testing с product owner, чем на самом деле ни вы, ни он не будет этого делать. Учат или не учат, а на каких курсах? Не, ну, то есть, смотри, на самом деле, definition of done, я бы не сказал, что это какая-то там секретная тема и надо носить масонский перстень для того, чтобы ее знать, абсолютно нет. С другой стороны, учат или не учат, наверное, упоминают, где-то детальнее, где-то не детальнее, знаешь, бывают курсы, на которых там, вот вам скоп нашего тренинга, да, и, by the way, где-то внизу есть линка на definition of done. Почитайте потом. Если сказать, что это учат, нет, ну, там уже повезло, кто прочитал, кто не прочитал, теоретически должны. Оно входит и в скоп работу и product owner, и по-хорошему правильного project manager, потому что он должен хотя бы, знаешь, там сказать команде, ребята, у вас есть какой-то, ну, он не будет составлять его сам, да, он там, зачастую не всегда технический человек, но к минимум спросить команду, ребята, вы там пытались думать над тем, что такое для вас критерий готовности? Вы готовы составить хотя бы primary checklist, который мы уже можем разложить на все, все айтемы в бэклоге? Scrum master, ну, must have. То есть я бы сказал, что Scrum master первый, кто должен это знать, потому что он educated клиента, в том числе educated product owner, даже если он этого не знает. Если product owner адекватный, он тоже должен это знать, это в его интересах понимать, что мы синхронизированы, да, что команда думает так же, как думаю я. Да. Если он в этом не убедился, ну, хреновый product owner. Да? У меня такой вопрос, есть такая книжка, Get Things Done, это вообще не часть из DOD? Нет. Нет. Get Things Done, это больше personal performance, там идет zero in box, масса вариантов. Нет, Get Things Done, не отсюда. А, окей. Обязательно, обязательно, обязательно читай, обязательно читай, обязательно миксуй. Да.